Добрый вечер, дорогие друзья! Также мы поговорим о новом прогнозе ЧАГБТ, который заявил, что XRP вполне себе может достичь 20 долларов после урегулирования SEC, которое произойдет в следующем году. Что касается рынка криптовалют, стоит напомнить, что за последнее время рынок ничуть не изменился. То есть, как мы видели, что биткоин вырос на 35, так в принципе и все случилось, так и все в принципе стоит на месте. Единственное, что некоторые криптовалюты показывают жизнь. И, например, если еще неделю назад некоторые криптовалюты, например, тот же XRP имели стоимость 49 центов, грубо говоря, то сейчас это уже 55 центов. То есть, так или иначе, рынок закинули наверх и рынок как-то пытается расти и сохранять динамику роста. Если мы говорим про XRP, то здесь у нас картина довольно-таки понятна, у нас есть сопротивление, оно выделено как и на 4-часовом таймфрейме, так и на недельном, оно четко прослеживается и это сопротивление значит 58 центов. Здесь стоит отметить, что на недельном таймфрейме тоже все довольно-таки неплохо. Почему? Потому что по локальной картине мы торгуемся строго над трендовой линией, что показывает бычий интерес. И также мы видим, что сейчас XRP вышел за 200 мувинг и сейчас торгуется за 50 и 200 мувингом. Тоже отдаленно можно говорить про то, что это тоже такой некий бычий сигнал. Если мы говорим про месячный таймфрейм, то здесь мы видим, что XRP торгуется над трендовой линией и плюс над 50 мувинге на месячном таймфрейме. Соответственно здесь тоже самое, у нас сопротивление 58 центов и соответственно здесь после коррекции через какое-то такое накопление, которое было в частности в сентябре, отчасти даже в августе, мы сейчас как бы рисуем чашку с ручкой и готовы выйти наверх. Цели по XRP в принципе здесь до 70 центов, можем дойти, но а дальше уже в принципе картина рынка нам будет уже показывать, что будет дальше. То есть по биткоину также нужно отметить, что биткоин по-прежнему ведет XRP и другие криптовалюты и нужно еще обратить внимание на одну деталь, про которую я расскажу после небольшой рекламной паузы. Ну а спонсор данного видеоролика, проект доказавший свою честность и надежность в моих глазах, это Settlers.io. На данном проекте, не словом отделан, за месяц я заработал свыше 4X. Начав с изначального капитала в 6000 долларов, теперь мой вклад уже в 17000 долларов и дополнительная прибыль в 9,8 тысяч долларов. Общая сумма 27000 баксов. Это вправду передовая технология, приносящая большую прибыль своим вкладчикам за счет пулов стейкинга на эфире, подтверждающие транзакции. Проект на этапе активного привлечения своих постановленных партнеров, поэтому отдает 90% прибыли стейкинга своим вкладчикам, оставляя себе всего лишь 10% для максимального привлечения аудитории. Проект уже набирает серьезный вес и баланс сотни тысяч долларов после набора нужного количества партнеров. Проект, скорее всего, понизит процентную ставку для остальных. Я лично заработал с данного проекта более 21000 долларов, чистой прибыли, постоянными вводами и выводами своего баланса. Так что проект полностью проверен, можете доверять без проблем. А деталь состоит в том, что у нас сейчас на рынке эйфория и получается так, что многие люди сейчас заинтересованы рынком криптовалют. И покупать альткоины, тот же биткоин на росте куда проще, толпе, нежели на падение. То есть, когда рынок падает, толпа боится все-таки словить вот эти летящие ножи, которые летят, потому что непонятно, где этот нож остановится. А получается так, что когда все растет, в принципе, есть эйфория и есть, в принципе, желание купить криптовалюту и вытащить свой лотерейный билет и прокатиться на этой криптовалюте и заработать там 30-50%, кому-то 100%, а кому-то будет даже этого и мало. Поэтому, в принципе, люди сейчас покупают со стимулом и сейчас, что происходит на рынке, это стимулирование покупок. Естественно, оно закончится. Естественно, я считаю, что через небольшую коррекцию, через боль и терпение мы должны пройти этот рынок. И, в частности, у меня такая парадигма. Если мы говорим про, значит, людей, сколько же в мире владеет XRP, то есть дать точную оценку, то нужно понимать то, что, в принципе, здесь на данном этапе времени у нас во владении XRP от одного XRP более именно количества адресов 4 миллиона 820 тысяч. И стоит отметить, что это те люди, которые владеют больше одного XRP. Но нужно также, в принципе, понимать, что здесь, например, один кошелек, второй, третий, может принадлежать одному и тому же человеку. И, соответственно, таким образом у нас не получится точного количества людей, холдеров, которые владеют XRP. Потому что у холдеров может действительно быть по 2-3 кошелька, и они могут, в частности, делить свои XRP. Где-то XRP лежит там на Zoom, где-то на, например, Trust Wallet. То есть тоже такое возможно. То есть на самом деле кошельки как бы делятся, и люди могут хранить XRP действительно по разным местам. Кто-то вообще может на Trezor хранить, на Ledger, то есть аппаратных кошельках и так далее. Если мы говорим про динамику изменений, то, по сути, изменения явно видны. То, что, например, за последнее время здесь было таково, что в этом году количество кошельков от 500 миллионов до 1 миллиарда XRP увеличилось. Хотя вот количество кошельков в то же время оно и упало от миллиарда до бесконечности. Ну, то есть, как по мне, это просто деление. То есть просто один кит взял и поделил, значит, количество XRP на несколько кошельков. Вот и все. То есть это объясняется тем, что такая динамика прослеживалась в одно и то же время. То есть мы видели это в начале года, да, и вот практически здесь та же ситуация в начале года. Это произошло. Что касается динамики других кошельков, то мы видим, что где-то определенно там XRP убывали. Но не сказать, что катастрофически, да, то есть на самом деле это катастрофически не повлияло. Например, мы видим с 20 миллионов до 100 миллионов. Наоборот, здесь график показывает то, что количество, значит, держащих такую сумму XRP, оно определенно в этом диапазоне выросло. Но если по мелким кошелькам брать, то в целом здесь как бы на XRP не гнали, да, то получается так, что здесь, в принципе, люди холдят. Люди покупают монеты и количество, в принципе, XRP там, начиная от 20 и заканчивая, значит, отметкой там примерно в миллион, здесь сохраняется, ну, динамика еще роста, да. Поэтому я хочу сказать, что определенно здесь в сухом остатке можно сказать, что где-то вот примерно 4 миллиона определенных адресов холдеров XRP есть, да. И лично вот, в принципе, если говорить за меня, то у меня XRP там часть бывает на бирже, в рамках трейда я использую эти XRP, потому что, в принципе, движение XRP легко предугадать, понимать, куда оно идет. Монеты довольно-таки легко торгуются и вот часть, в принципе, на холодном хранении. Что также нужно отметить, что вот сколько и по какой цене нужно купить XRP, чтобы стать миллионером. На самом деле, если мы говорим про текущие реалии, то вам нужно было купить, значит, XRP, скажем так, в районе за цену, да. То есть, при текущей цене, то есть, 55 центов за XRP, 1 миллион долларов окажется у инвестора при наличии 1 миллиона и 80 миллионов токенов. То есть, 1 миллион и 810 тысяч токенов вам нужно и, наоборот, запас в 1 миллион XRP будет стоить, там, 550 тысяч долларов. Поэтому, вот, например, инвестор, купивший год назад XRP на сумму, там, 850 тысяч долларов, грубо говоря, по цене 47 центов за токен, сегодня бы стал, например, миллионером. Но, если мы говорим про спекуляции, например, многие могли купить XRP, да, в частности, я это делал по накоплению. В этом плане нужно знать график и, в принципе, понимать, что с ценой XRP и при цене, там, например, вы купили за 35 центов, XRP вложили 500 тысяч долларов и вот здесь уже по 70 центов можно было слегка сливать эти XRP и у вас был бы миллион долларов. Поэтому, вот, такие дела. Но, если мы говорим про какие-то долгосрочные цели, да, то для того, чтобы, там, вложить как можно меньше денег, там, тысячу долларов и разбогатеть, стать миллионером, это нужно, действительно, цена XRP с круглыми нулями, чтобы это действительно произошло. Ну, и, кстати, вскоре XRP может достичь, например, 20 долларов после урегулирования SEC, согласно чат GPT. Он об этом, в принципе, рассказал и предсказал. И он, прежде всего, говорит про long term, то есть, про долгосрочную перспективу. Но, как по мне, определенно, долгосрок можно даже, в принципе, озвучивать такое время, как год, потому что год даже на средний срок, как бы, не находит, да, потому что средний срок для меня, это, там, 6 месяцев и до года. А вот год и больше, это уже, как бы, скажем так, долгосрочные инвестиции. Поэтому я бы сказал, что от года, и как раз-таки, если решение Ripple против SEC будет в, значит, непосредственно августе или конце лета следующего года, то, в принципе, оно примерно так и получается. Потому что дедлайны от адвокатов, от экспертов по этому делу именно таковы. Это, там, конец лета следующего года. Кто-то говорит весна, но, как по мне, в принципе, весной это все дело быстро не разрешится. Если мы говорим про, там, цену и возврат XRP, там, в район 70 центов и 94, то это я, в принципе, уже жду в начале 24 года, возможно, конец 23. Вот такие дедлайны и такие, в общем-то, новости. Ну, а с вами был Лютов Тев, всем пока и до встречи. Проект, оказавший свою честность и надежность, сэтмис.ю. Я на нем за месяц лично заработал свыше 4x и продолжаю делать большие деньги. Не упустите свои возможности, ссылка в описании под роликом.